всем привет дорогие друзья на мой взгляд в арсенале любого самоделкина даже с глазом алмазом должен быть лазерный нивелир но к сожалению стоит эта вещица денег немалых так что приобретение ее целесообразно только для людей занимающихся ремонтом профессионально ну а для тех кому раз год требуется повесить ровно картину или прибить полку есть вариант попроще а главное почти даром стоит эта фитюлька меньше двух долларов и при питании от 3 вольт способна спроецировать лазерный крест на комнатном расстоянии я пробовал с 3-4 метров получаются отличные линии но на большем расстоянии крест в принципе также отлично видно но толщина линии уже будет составлять больше пяти миллиметров и так чтобы у нас получился нивелир не неизвестно что необходимо продумать конструкцию которая могла бы сама уравновешиваться для этого я приготовил кусок алюминия подшипник от жесткого диска ну и пока все потому что я и сам еще не знаю точно как реализовать идею буду придумывать по ходу пьесы для начала я сделаю отверстие под подшипник вырежу небольшой квадратик ну и буду дальше выдумывать поехали так в общем подгонял подгонял отверстие под подшипник и перестарался с диаметром в общем болтается подшипник не держится но это дело поправимо в общем я вырежу не квадратик а прямоугольник сделаю подлиннее вот так здесь надо будет сделать пропил и стянуть две получившиеся половинки болтиком ну вот что у меня получилось поджимник прекрасно зажался теперь у меня моя конструкция способна вращаться по оси x и по оси y я так думаю что вот эта часть у меня просто ляжет на какой-нибудь упор и нивелир будет выравниваться дальше мне надо продумать устройство рамы в которую поместится вот этот узел и придумать уже дальше крепление для самого лазера блин я совсем забыл про кнопку надо же кнопку сделать как без кнопки то воспользуюсь опять отличным наборчиком кнопок пожалуй переключатель возьму маленький удобный чтобы надежно закрепить наш переключатель на модуле я его сначала впаяю в монтажную плату а потом вырежу нужного размера кусочек платы и наклею сюда у меня монтажная плата фиговенького качества при попытке разрезать его ножницами он всяко-разно ломается крошится поэтому для этого дела воспользуюсь дремелем поймите меня правильно это не понты это необходимость как вы успели заметить в качестве источника питания я использую аккумулятор литий-ионный 3 7 вольта это от ноутбука контроллер заряда с мини usb разъемом есть у меня есть micro usb но с этим мне кажется более надежный заряжать можно любой зарядкой от сотового телефона при зарядке горит красный светодиод а когда аккумулятор полностью зарядится красный свет сменится на синий ну и без термоклея конечно же я тут никак не обойдусь надо вот эту плату ну и вот что в итоге у меня получилось перемотал еще изолентой для надежности богато налил я этого термоклея так что от стяжек я решил отказаться перекусил чтобы не торчали тут во все стороны контроллер заряда я обернул каптоновым скотчем специально выбрала его так как он прозрачный и через него будет видно светодиоды чтобы контролировать заряд разряд аккумулятора но и все в таком вот виде это дело будет работать но я тут немного подумал ну как немного для вас немного у меня прошло три дня я замучился с поиском решения корпуса для этого девайса чего я только не перебрал какие только материалы не использовал и металл и дерево и фанеру и пластик только наверно камень я не пробовал есть у меня вот такая вот распаечная коробка купленная в строительном магазине в электрическом отделе по моему рублей за 40 копеечная вещь зато наш нивелир сюда становится как родной можно сказать идеально все это закрывается с одной стороны не закрывается потому что мешает наша линзочка поэтому размещать буду скорее всего кверх ногами выпилив отверстия с одной стороны и с другой стороны для usb порта чтобы можно было заряжать ну и все сейчас буду подгонять это дело под нивелир в общем перепробовав опять сто пятьсот вариантов крепления кнопки и сломав одну из них я решил убрать кнопку с корпуса модуля лазерного и закрепить кнопку непосредственно на корпусе для модуля вот таким вот образом все это получилось использовал опять проводочки с коннекторами папа-мама из наборчика сейчас я еще здесь прихвачу термоклеем и можно будет крепить модуль внутри нашего корпуса вот что у меня в итоге получилось вот такой агрегат это ухо пока не отрезаю поскольку не знаю пригодится на мне или нет если нет то отрежу все здорово но аккумулятор не дает до конца закрыть крышку чуть-чуть там буквально полтора миллиметра не хватает ну ладно долги дальнейшая конструкция подразумевает использование хомута вокруг нашей коробушки так что крышка прижмется и не откроется ни за что так ну вот какая получилась у меня кибинематика тут пришлось немного выгнуть чтобы подшипник уместился между пластинами ну все можно теперь это дело водружать на наш лазер и думать уже дальше с каркасом в котором все это дело будет висеть и весело мутыряться так и и Поясню в двух словах, что я тут понакрутил. Вот эти шпильки продаются в строительном магазине, разного диаметра, метровой длины. В общем, я все завернул, немного повозился с уровнем, с регулировкой. По оси Х, настраивать надо по двум осям, по оси Х назовем ее так, я настраивал за счет длины подшипника. То есть ослабил две гайки и всю эту конструкцию просто перемещал по подшипнику. Таким образом добился нужного положения. Зажал гайки, все. А вот по оси Y повозился подольше. Для этого мне пришлось просверлить отверстие, нарезать резьбу, завернул сюда винтик, а внутрь вложил болт, ну и добился его нужного положения, зажал винтиком. Все, я настраивал по вводному уровню, все получилось довольно точно, работает как надо. Успокаивается довольно быстро, не нужны никакие магниты, которые присутствуют в магазинных вариантах, образцах. Ну и чтобы вся эта конструкция стояла устойчиво, приклеил резиновые ножки. Конечно, с настоящими нивелирами эта штука тягаться не может, ну разве что ценой, поскольку получилась она у меня копеечная. Потратил что-то там не больше трех баксов. Зато она мне может дать горизонтальную вертикальную линию, чего я и хотел. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Все материалы, используемые при производстве этого Чудо-Юда, будут в описании под видео. А на этом я прощаюсь. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok